Какой новый субъект Российской Федерации не имеет выхода к морю? Что является основным источником кислорода на Земле? На эти и другие вопросы предлагают дать ответы организаторы юбилейного пятого Всероссийского экологического диктанта. В него вошли задания для четырех категорий разного уровня сложности. Для детей младше 12 лет, для подростков от 12 до 18, для взрослых беспрофильного образования и опыта в экологической сфере и наоборот. В этом году специалисты разработали вопросы для детей с особенностями развития. Появился сурдоперевод, шрифт Брайля на специальных бланках. В этом году территория экологического диктанта у нас расширяется. К нам присоединились новые регионы. Это Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Сейчас, как никогда, актуальна проблема экологического и глобального изменения климата, которая оказывает серьезное воздействие на планету, на человечество. По словам Александра Двойных, вопрос экологии общенациональный. Тема, связанная с мусором, в том числе раздельный сбор, расширенная ответственность производителей, отношение к особо охраняемым природным территориям, подходы к очистке водоемов – все это требует не только государственного участия, но и народного признания и поддержки. Мы же прекрасно понимаем, что человек, сегодня современный человек особенно, он мечтает жить и выбирает место там, где экологически окружающая обстановка, она благоприятна, где человеку комфортно, где чистый воздух, где чистая вода, где сегодня можно кушать продукты без опаски, что ты там свое здоровье повредишь. Поэтому вот такие мероприятия, они не для галочки, они действительно направлены на экологическое просвещение и уже сегодня дают очень хорошие глубокие результаты. Принять участие в «Экодиктанте» может любой желающий. Его можно пройти до 26 ноября в онлайн-формате на интернет-портале ecodiktant.rus. Дарья Козина, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.